Твоя любовь Прекрасна и велика 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 Присаживайтесь в любви Божией Братья и сестры Спасибо вам Братья и сестры Благодарю вас за все Благодарю вас за поздравления Которые звучали на этой неделе В день рождения и сейчас Продолжаются Продолжаются Я прям чувствую себя Настоящим Не надо чуть от меня А то у меня сдует Я худею Ну правда не настолько сильный Но все равно боюсь Немного А то Непонятно что Или Дух святой на тебя сойдет Или радикулит Так что Немножко Подвиньте их в сторону Поэтому спасибо вам большое Огромное спасибо Я чувствую себя Настоящим Кавказским человеком Когда день рождения Неделю до дня рождения И неделю еще после дня рождения Ну и в сам День рождения Соответственно Здорово Получать подарки Когда ты их не ожидаешь Ну ожидаешь Но уже не надеюсь Ну не об этом Да И раз тебе подарок Так хорошо Думаешь Почему день рождения Только раз в году И ты понимаешь Что вот Я не знаю тех людей Не знаю Вернее не понимаю Тех людей Которые не любят Свой день рождения Это же классно Это же здорово Бог тебя сотворил Бог тебя создал Дал тебе возможность Реализовать его планы Сделать так Чтобы все было хорошо Вот как я сейчас делаю Так что все было хорошо Вот Поэтому Слава Богу за это И слава Богу Что я почувствовал И всегда чувствую Но в этот В этот день Еще больше Что у меня есть Большая Огромная Любящая семья Это вы Да И вы самые лучшие Вы самые лучшие Спасибо команде Прославления Ну Я просто Наверное Больше всех Ждал этот диск Поэтому Щедрости моей Не было предела Я все равно Сказал Мы сделаем это И мы сделали И вы сделали Это Слава Господу И знаете Я сегодня Может быть Не активен В соцсетях Я его не рекламирую Где-то там На страничках Соцсетей Но Хороший продукт Не нуждается В рекламе Как Apple Он не нуждается В рекламе Его покупают Больше всех Так и ваш продукт Он хороший Он не нуждается В рекламе Он распространяется Но хочу сказать Я вас благословляю На второй альбом Давайте делайте Но уже быстрее Быстрее Я думаю Что 2020 Это будет новый альбом 2020 20 Песен В 20-м году Вот так Аллилуйя Слава Господу Поэтому Спасибо всем Драгоценным Слава Богу За все Вчера был Прекрасный выезд Кто-то был на выезде Слава Богу 10 человек вернулось Хотя на выезде Было человек 150 Наверное Некоторым так понравилось Что они еще остались Там Ну ничего Слава Богу Это было чудесное время Замечательное время Когда мы общались На природе И все было хорошо Аминь Кто ездил Скажи аминь Да Слава Господу В это время Созидаются Такие Укрепляющие Взаимоскрепляющие Связи И На следующей неделе Не знаю Почему не Прорекламировали У нас будет гость Это Трукшин Анатолий Лазаревич Из церкви Вифания Город Дагомыс Я его пригласил Попроповедовать Уважаю этого человека Этого пастора Поэтому приходите Не пропустите Будет хорошее Слово Он будет С нами Делиться На следующей неделе Слово Хорошо Слава Богу Скажи С праздником Аминь И вы знаете Я увидел Что Дух Святой Был дан Нашим Господом Иисус умолил Отца И тот послал Духа Святого На эту землю И Духа Святого Много предназначений Одно из них Наставлять На всякую истину Но более всего Я вижу Когда сходит Дух Святой На человека Он делает его сильным Сильным Посмотрите Давид Дух Святой сходит Он догоняет Медведей Разрывает львов Он побеждает Голиафа Посмотрите На Соломона Дух Святой сходит И Соломон Становится одним Из самых богатейших Людей Посмотрите Когда Дух Святой Сходит Тогда сила Приходит к человеку Человек становится Сильный Петр Который был Наполнен Духом Святым Недавно предавший Христа Становится Сильным Смелым И смело Говорит К людям Которые пришли В Иерусалим На день Пятидесятницы Тем Которые недавно Только распяли Христа Те Которые его Говорили просто ему Ты с ним тоже Он отрекся Сказал Нет не с ним Здесь Когда Дух Святой Сошел Петр становится В силе Духа Святого И начинает Проповедовать так Что три тысячи Человек Присоединяются Или становятся Церквью Сила Необыкновенная Была На апостолах Почему? Потому что они были Исполнены Духом Святого И знаете Когда Бог создает Человека Сказано Вдохнул Вдохнул в него Дыхание Свое Можно сказать Духа Святого И человек Становится Душою Живою До этого Был мертв До этого Был прах До этого Просто кусок Глины Которому Придали форму Лежавший И не мог Не шевелить Ни руками Ни ногами Ну как только Дух Святой Сходит Что происходит? Он начинает Быть способным Быть сильным Быть умным Быть мудрым Быть Дееспособным Вообще К жизни И что я увидел Что когда Церковь Наполнена Духом Святым Она живая Церковь Она сильная Церковь И она Побеждающая Церковь Нам нужен Дух Святой Халилюя Всегда молитесь О том Чтобы в вашей жизни Личной Как у христианина Был Дух Святой И чтобы в церкви Всегда Дух Святой Двигался Аминь Воздайте ему Хвалу И сегодня Последние времена О которых Говорил И Аиль Что и зальет На всякую плоть На всякую плоть И зальет Духа Святого И на тебя тоже Халилюя На всякую плоть Ты можешь ходить В Духе Святом Ты можешь быть сильным Халилюя Проси Бога Потому что Слово говорит Неужто он не подаст Тем Кто просит у него Духа Святого Халилюя Слава тебе Господь Это радостная весть И как раз Эти времена Они и говорят о том Что не воинством Не силою Но Духом Его Мы побеждаем Не воинством Не силою А Духом Его Друзья Мы достигаем Не воинством И силою А Духом Его Халилюя Слава Господу И мы продолжим Серию проповедей О самом важном В жизни человека О самом важном В жизни человека Я уже сказал Несколько вещей Две Если быть точным О том Что важно иметь В своей жизни Для того Чтобы твоя жизнь Не была серой Для того Чтобы твоя жизнь Была победоносной Важно жить Победоносной жизнью Потому что Когда христианин Живет победоносной Жизнью Он тогда Становится Рекламой Христа Если вы живете Жизнью Которая постоянно Находится в проблеме Есть проблемы Будут проблемы Но лишь только Для того Чтобы мы вышли Из этих проблем Победителями Если в мою жизнь Приходят проблемы Лишь только Для того Чтобы показать Какой Бог Сильный В этих проблемах Потому что Чем сложнее Проблема Тем Величественней Бог В моей жизни Тем он Больше Прославляется В этой проблеме Вот Поэтому Если И Человек Живет Постоянно В проблемах Постоянно Не побеждает В этих проблемах Он становится Антирекламой Христа Кто захочет Такого Бога Который постоянно Вгоняет Своих детей В проблемы И не дает Возможности Решать этих проблем Вы бы захотели Такого Бога? Я нет Это только Мария Могла прийти К мертвому Иисусу Она потому что Его сильно любила Аллилуйя Все будет хорошо Друзья Не переживайте Все нормально И сегодня Я хочу поговорить На тему На пути От правды К истине Моя проповедь Сегодня называется На пути От правды К истине Хотел бы спросить вас Пробовали ли вы Когда-нибудь Переубедить человека Убежденного В своей правоте Вот того Кто думает Что на чем он стоит Является Сущей правдой И многие Прямо сейчас скажут Ну наверное Это бесполезное дело Потому что Оно Не увенчается Никаким успехом Я помню Как однажды Занимаясь в зале Я познакомился С одним Мужчиной И мы с ним Стали говорить На разные темы Так как Занимались В одно и то же время И так как Я человек верующий Мне нужно было Проповедовать ему Иисуса Христа Потому что Вот это Великое поручение Оно мне не дает Покоя Когда я нахожусь С людьми рядом Долгое время И не говорю им Ничего о Христе Мне становится Как-то не по себе Поэтому я Проповедовать думаю Надо ему А как это сделать И вот в один В одну из тренировок Я вывел его На тему Библии И на тему Иисуса Христа И оказалось Что этот человек Он некоторые стихи Из Библии знал Но также Он знал И выражения Других священных книг Такие как Махарабба Такие как Коран Таннах Трипика И другие книги Которые Религиозные книги Разных религий Мировых религий И он был наполнен Вот этим Религиозным винегретом И на основании его Он был убежден Что Бог Он один и тот же Но только Пути познания его разные Знаете Как многие сегодня Убеждены в таком И коммунизме То есть есть один Бог Просто он по-разному Каждой религии Или каждой народности Открывается И он мне рассказывал об этом И я не согласился с ним И говорю Есть один Бог Которого имя Иисус Христос Только через Иисуса Христа Мы приходим к Отцу По-другому не получится Он есть Истина, путь и жизнь Он есть дверь Через которую мы приходим К нашему Богу И я начал ему говорить Что есть отличия От остальных Богов Которые выгодно Отличают Иисуса Христа Потому что ни один Бог Мировой религии Не позволил себя Распять своему творению Не позволил себя Принести в жертву Обычно Боги Приносят людей в жертву А наш Господь Он принес себя в жертву Для того Чтобы спасти нас Где ты видел такое? Это и есть любовь Ни в одной книге Не говорится От такой любви Которую явил нам Иисус Христос И я ему стал говорить О жертве О кресте На что он мне сказал Это все выдумка Я говорю Подожди Почему выдумка? И он говорит В самих текстах Которые говорят О распятии Иисуса Христа Ученые нашли Что это ложь Потому что вам говорят Что Иисуса Христа Распяли две тысячи лет Но там В Священном Писании В Библии Написано Что когда Иисуса Христа Распинали Он поднял свой взор И увидел корабль Пришвартованный в бухте И вот по оснащению Этого корабля Ученые выяснили Что этот корабль Он принадлежал К 17 веку Я понимаю Он бред говорит Я говорю Послушайте Я всю Библию Прочитал От корки до корки Я там такого не встречал Ни про какие корабли Там ничего не написано Он стал спорить со мной Тогда я ему задал Разве могут Разве могут ученые врать Они же ученые У них же степени Я читал их труды И они говорят об этом Разве они могут врать Я ему сказал Может быть врать и не могут Но подменять истину ложью Богу И об этом говорит Павел И об этом говорит Павел Посмотрите Послание к римлянам В первой главе В 18 стихе Павел пишет С 18 стиха Послание к римлянам Первая глава С 18 стиха Он пишет Ибо открывается гнев Божий с неба На всякое нечестие И неправду человеков Подавляющих Истину неправдую Ибо что можно знать о Боге Явно для них Послушайте Слово говорит Вот все что нужно знать о Боге Оно явно Оно не скрыто Оно вот прям явно Посмотри налево Посмотри направо И ты увидишь И дальше он говорит так Ибо невидимое его Вечная сила его Божество От создания мира Через рассматривание Рассматривание творения Видимы Так что они Безответны Но как они познав Бога Не прославили его как Бога И не возблагодарили Но осуетились в умствовании Их своих И омрачилось Несмысленное их сердце Называя себя мудрыми Обезумели И славу нетленного Бога Изменили в образ Подобный тленному человеку И птицам И четвероногим И пресмыкающимся То и предал их Бог В похотях сердец Их нечистоте Так что они Сквернили Сами свои тела Они Заменили Истину Божью Заменили Истину Божью Ложью И поклонялись И служили Твари Вместо Творца Который Благословен Во веки Аминь Халилюя Павел говорит Что есть категория людей Которые подменяют Истину Ложью Вот так появилась Теория эволюции Где подменили Истину О том Что Бог сотворил Этот мир Потому что На что ты не посмотришь Все свидетельствует О том Что есть Творец Есть тот Который задумал Совершенным Этот мир У него план Совершенный И этот Творец Создал этот мир Потому что Все так точно И гармонично Устроено В этом мире Что невозможно Отвергать Творца Глядя на это Невозможно Но люди Глядя на это Сказали Нет Это не так Есть Нечто Нечто Обезличенное Которое взорвалось В космосе И из этого Нечто Обезличенного Что-то Произошло Что-то дает И они стали верить В это нечто А это убирает Какую-либо Личность И Позволяет тебе Не поклоняться Кому-то Именно Нет Ничего Нет Никакой личности Которая бы Диктовала тебе Какие-то условия И правила Устанавливала Просто есть Нечто А если есть Нечто То и поклоняться Не надо никому Не надо Никого слушаться Не надо Ничего делать Живи Как хочешь Поклоняйся Себе Любимому Живи Так Как тебе Угодно И они Убрали Таким образом Творца И заменили Сказано Истину На ложь И стали Учеными В этом И сегодня Выступают Как ученые От лица Этой ложи И может быть Даже Сами Не понимают О том Что они Сделали Но в этом Случае Оно Все понятно Как бы Вот истина А вот Ложь Всегда Выбирай Истину Потому что Истина Хорошо А ложь Плохо То есть Дьявол Не хороший Бог хороший Все очень Просто И выбирать Надо всегда Хорошую сторону И тебе Тогда Будет Благо Но есть Такие Ситуации В которые Мы попадаем Что с одной Стороны Находится Действительность А с другой Стороны Истина Действительность Говорит Что я Болен Потому что Есть симптомы Этой болезни Я же не могу Сказать Не болит Если болит Хотя Некоторые Лидеры Пытаются Меня в этом Убедить Скажи Что не болит Истина Такова Что у меня Есть болезнь Факты Подтверждают Диагноз Говорит Анализы Которые Я сдаю Говорят Об этом Что в моем Теле Есть болезнь Истина Говорит Что я Сегодня В долгах И кредиторы Бегают За мной Пытаясь Хоть что-то С меня Взыскать В пользу Погашения Моих Долгов В банках А Слово Божие Говорит Что мне Дана Жизнь С избытком А в первом Случа Слово Божие Говорит Что я Исцелен Я смотрю На своих Родственников Они все неверующие Я один уверовал Из этого дома И когда я Начинаю Проповедовать Это не про себя Образный Начинаю Проповедовать Евангелие Иисуса Христа У нас Заканчивается Все скандалом А Слово Говорит Божье Спасешься Ты И спасется Весь Твой дом Так что же Принимать Действительность Или Истину Божью Знаете Некоторые люди Они Отвергают Действительность Их научили Для них Слово Божье Является Истиной И для меня Тоже Это правда И они С помощью Провозглашения Этой истины В свою жизнь Отвергают Действительность Говорят Нет Я не болен Я не болен Я разрушаю Диагнозы Я помню Как у нас В церкви В Коломне Одна семья Молится В Котором В Котором В Котором Я говорю Я говорю Подозвал Этих Людей Я говорю Вы о чем Сейчас Молились Мы молились Чтобы этот Банк Засох И был Разрушен Которым У нас Кредит Я говорю Молитесь О том Чтобы Бог Дал вам Финансы Чтобы Погасить Этот кредит И молитесь О том Чтобы у вас Было Достаточно Чтобы Впредь Не брать Эти кредиты А не о том Чтобы засох И вот Некоторые люди Они так живут Их так научили И сколько раз Я видел В своей жизни И слышал Печальных историй Когда человеку Ставили диагноз Врачи Неутешительный диагноз И они начинали Исповедовать Я не болен Я не болен Я буду стоять На этой истине Я не болен Их учили Не признавай Разрушай эту болезнь И знаете Жизнь их заканчивалась Трагично Некоторые умирали Есть случаи Когда люди умирали А все могло бы быть По другому Если бы они приняли Этот диагноз Не приняли диагноз А присмотрелись к нему Терапию ту приняли Которую им давали Не саму болезнь приняли А терапию Может быть это был путь От Бога для них И вот как нам поступать Как поступать Когда мы попадаем В такую ситуацию С одной стороны Действительность А с другой стороны Истина Которая явлена В Слове Божьем Отвергать действительность И жить верой Слово Божье Или как Или принимать то и другое Как нам разобраться И смотрите Во первых Что я хочу вам сказать Во первых Послушайте меня внимательно Вам надо понять Что иногда Мы будем находиться Посреди двух прав И та действительность В которой вы находитесь И Слово Божье Которое говорит В вашу жизнь И то и это правда И вы находитесь День постился Сказано что в конце Он взолкал И дьявол приступил К нему И стал его искушать Откройте вместе со мной Евангелие от Матвея Четвертую главу И посмотрите Пятый стих И он здесь говорит Потом берет его дьявол Святой город И поставляет его На крыше храма И говорит ему Если ты сын Божий Бросься вниз Ибо написано Ангелом своим Заповедуй о тебе И на руках Понесут тебя Да не приткнешься А камень Ногою твоею Иисус сказал ему Написано так же Не искушай Господа Бога твоего Послушайте Дьявол приступает К Иисусу Христу И начинает Его искушать Не ложью Правдой Он не сказал Никакую ложь Он процитировал Девяностый псалом В котором так и написано Если споткнешься Ногою А камень Ангелы подхватят тебя И на руках понесут Вернее там сказано На руках понесут Для того чтобы ты не споткнулся Он не И ничего не сказал Неправды Он говорит Вот это правда Которая написана В Слове Божьем Единственная ошибка Дьявола Была в том Что он со словом Он разговаривал Словом Божьим Со Словом Божьим Понимаете Он самим Словом Божьим Он вот это не учел То что является Словом Божьим Он подошел к нему И стал разговаривать С ним Поэтому всегда Будь наполнен Словом Божьим Стань этим Словом Божьим Пусть Слово Божье Настолько Будет написано На скрижалях Твоих сердц Сердца твоего Чтобы ты сам Стал Словом Божьим Чтобы ты все делал Мозг твой работал Как Слово Божье Говорит Тогда Ты сможешь устоять В искушениях От дьявола Но дьявол Ничего Не сказал Ложного Он сказал Истину Но посмотрите Как ответил Иисус Христос Меня вот это Интересует Он не сказал ему Дьявол Пошел вон Я не верю Твоим словам Я тебя парализую Я тебя связываю Я тебя разрушаю И все такое Он так не сказал Он сказал Написано Так же Вот это слово Так же Написано Другими словами Он говорит Да дьявол Ты говоришь Может быть правду Но есть другая Истина Больше той Которой ты Мне сейчас Говоришь И мне не надо Испытывать Своего Бога Если он сказал Будет меня защищать То он будет Меня защищать Если он сказал Что он будет Меня исцелять То он будет Меня исцелять Если он сказал Мне оставлю И не покину То так и будет Он мне оставит И не покинет И мне не надо Испытывать Своего Бога Потому что Верен обещавший Аллилуйя Воздай ему славу Верен обещавший И в-третьих Есть правда Послушайте Вот сейчас Внимательно Правда Это информация Претендующая На достоверность Претендующая На достоверность А и правда Она всегда Неполная Друзья Потому что В каждый момент Нашей жизни Нам не открывается Полная картина Мы знаем Только фрагмент Фрагментально Мы не можем Все знать Потому что Все ведение Оно В Божьей Прерогативе У Бога В руках Мы знаем Только вот Небольшой кусочек Небольшой Фрагментик И вот Эта правда Которую мы Сегодня знаем Она претендует Только на достоверность А вот Истина Это единственно Верная информация Абсолютно Точная Отражающая Суть вещей А Единственно Верная Информация Абсолютно Точно Отражающая Суть И положение Скажу так Вещей Истина Одна Друзья И ей является Иисус Христос Истина Одна И ей является Иисус Христос Истина Одна И ей является Иисус Христос А правд Много Аминь А правд Много И у каждого Правда Своя Правда Изменчива Друзья Она Меняется От обстоятельств Она зависит от этих обстоятельств. Допустим, мою супругу, у моей супруги раньше фамилия была Егошева. Потом она вышла за меня замуж и стала Булкиной. Не знаю, что повезло, нет? И тогда, в те времена, если мы вернемся, была правда то, что у нее эта фамилия, но сегодня уже неправда. Я уже буду оскорбляться, если вы будете ее называть по такой фамилии, потому что она взяла мою фамилию. И для меня это честь, что моя супруга доверяет мне и берет мою фамилию. Моя фамилия покрывает ее. Понимаете? Для меня это честь. Это для каждого мужчины честь. Это не вот тебе досталось. Моли Богу. Ну, конечно, я и так говорил иногда. Тебе повезло, да ты должна Богу молить за то, что... Ну да, мужчина знает, о чем я. Но я хочу сказать, что правда, она меняется в зависимости от обстоятельств, которые попадают. Раньше я жил в Коломне. Это была правда. Но сегодня я живу в Сочи. И уже та правда перестала существовать. А вот истина, друзья, она никогда не меняется. Она пребывает вовек. Про нее говорят, она есть мне. Истина всегда есть в прошедшем, в настоящем и в будущем времени. Аллилуйя! Вас дайте Богу хвалу. Аллилуйя! Да, это правда, что я сегодня болен. Но истина также в том, что ранами Иисуса я исцелен. Аллилуйя! Да, это правда, что я сегодня в долгах, как в шелках. Но истина также в том, что мне дана жизнь и жизнь с избытком. Мне дана вечная жизнь. Да, это правда, что мой дом сегодня не весь верует в Иисуса Христа. Но истина также в том, что покаюсь я или спасусь я, и спасется весь мой дом. Да, это правда, я сегодня себя чувствую одиноким, брошенным. Но истина также в том, что Бог сказал, что Он не оставил меня, Он не покинул меня, и Он никогда этого не сделает. И может быть, мои чувства, они сегодня обманывают меня, но истина, она больше любой правды. И я стою на этой истине, и поэтому я заявляю в этот мир и самому себе, когда попадаю в такие обстоятельства. Да, моя действительность сегодня такова, но не отрицая этой действительности, я говорю, что это не конечная точка моя. Потому что есть истина, которая говорит об обратном, и есть вера, которая ведет меня туда, о чем говорит истина. И я на пути сегодня от правды к этой истине. Вопрос только времени, когда я приду в точку, о которой говорит мне истина. Халилюя! Вас дайте Богу хвалу. Потому что есть нечто большее, чем правда. Нечто большее, чем правда. И это истина, друзья. Истина всегда больше, чем правда. Посмотрите на Аира, начальника синагоги, у которого умирает дочь. Помните эту историю? Начальник синагоги. Сказано, что дочке было 12 лет. Интересная история. Скорее всего, это был единственный ребенок. Потому что в те времена все мужчины, они мечтали о наследнике. Мечтали о мальчике. И когда ты мечтаешь о мальчике, то у тебя рождается девочка. Если у тебя рождается девочка, то можно увидеть мужчину, мечтающим о мальчике. Потому что через год у него опять рождается девочка. Потом через год у него еще раздается девочка. Хаким и только пятым рождается мальчик, да? Вот мужчина, мечтающий о мальчике. Четыре девочки и пятый мальчик. АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? И ты видишь. А здесь один ребенок. Видно, единственный. Не знаю, что там произошло, но каким-то образом он не смог родить других детей. Не потому, что не хотел, потому что, скорее всего, не было дано. И единственная дочь, 12 лет дочери, потому что, наверное, было множество попыток за эти 12 лет, чтобы твоя семья была в большем количестве. Но ничего не вышло. И, скорее всего, этот человек смотрел на свою дочь и думал, как она выйдет замуж и принесет ему внуков. И, скорее всего, там-то точно будет мальчик, который станет наследником, которому я и передам все, что я копил в дни своей жизни. Но вдруг эта дочь заболела. Вдруг смертельная опасность постучалась в дом. Вдруг он понимает все, в чем он видел. В своем удовольствии, свое благословение, оно вот-вот перестанет существовать. Знаете, такая точка, в которой ты теряешь абсолютно все, на что ты ставил. В которой жизнь твоя разрушается. Идет крахом. Я думаю, многие были в такой точке. И он, наверное, перепробовал все для того, чтобы исправить эту ситуацию. И, скорее всего, были приглашены врачи. И еще кто-то был приглашен. Но они ничего не смогли сделать. И у него остается одна надежда. Иисус. Он слышит, что где-то начальник синагоги, тот, который верит в другого, скажем так, в этого же Бога, но не в Иисуса Христа. Иисус Христос не является для него авторитетом. Он является еще одним проповедующим каким-то странником. В Израиле на тот момент ходило тысячи людей, которые были проповедниками. И он думает, я слышал за него, что он производит чудеса, что он мертвых исцеляет. Пойду к нему. Последняя надежда. Знаете, вот когда человек разрушен и все, для него последней надеждой становится Иисус. Аллилуйя, ничего не изменилось. И он идет к Иисусу, и сказано, что начинает его уговаривать. Падает к его ногам и усиленно, говорит, уговаривает его. И Иисус его поднимает и говорит, ничего, пойдем в дом твой. И они идут в дом. И вдруг на пути попадается женщина, которая, не знаю уж совпадение это или нет, то же самое, 12 лет страдает кровотечением. Дочке 12 лет и женщина 12 лет страдает кровотечением. В один год у одного человека в семье счастье образовалось, и он живет с этим счастьем. Знаете, счастье растет в его доме, он радуется, а в другой дом горе пришло. В один и тот же год. И 12 лет это горе только усиливается. Все было растрачено на то, чтобы помочь этому горю. Все имение, не знаю уж большое имение было или нет, все имение было растрачено. Все абсолютно. И она тоже так же, наверное, слышит, что есть кто-то, кто исцеляет. И думает, пойду, только дотронусь до одежды его. Раньше проповедники ходили, и они в одежды в края зашивали молитвы. Знаете, такие молитвы. У них кисточки были, молитвы. Она думала, вот по религиозному думала. Не поверь, это мы сейчас эту женщину ставим в веру. А если вы знаете историю и предысторию, это религиозность абсолютная была. Дотронусь хотя бы до этих кисточек, до иконки, до иконки дотронусь, поцелую иконку. Вот так это все выглядело в тот момент. Это сегодня проповедники раздули такой ореол. Лишь до одежды. Да не думала она так. У нее была последняя надежда. Последняя надежда. И знаете, встретились около Иисуса тот, который имел счастье 12 лет. И та, которая 12 лет потеряла счастье. Знаете, что я вам скажу? Без Иисуса нельзя приобрести счастье. И если ты приобретешь без Него, без Него нельзя его удержать. Аллилуйя. Невозможно этого сделать. И они встретились. И она отвлекла его. Пока дотронулся, пока он разбирался. Кто до него дотронулся. По чьей причине ушла сила из него. Приходят люди. И написано. Марка 5 глава. Марка 5 глава. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями.